здравствуйте вы смотрите новости о самых важных и интересных событиях этого дня расскажут наши корреспонденты и я анна костина коротко главная тема этого выпуска можно ли чем-то заменить в рационе питания куриные яйца новый спортивный проект запустили в оренбурге дед мороз спустился с крыши к маленьким пациентам онкодиспансеры об этом подробнее смотрите выпуске в оренбурге прошло финальное заседание городского совета в этом году на повестке было более 30 вопросов депутаты городского совета утвердили проект бюджета на 2024 год так доходы следующем году должны составить 26 миллиардов 55 миллионов рублей так же как и расходы дефицит таким образом составит 0 рублей основные статьи расходов образования социальная политика культура 505 миллионов рублей и национальная экономика первую партию яиц из азербайджана уже завезли в россию напомним яйца за последнее время резко подскочили в цене можно ли чем-то заменить этот продукт расскажем сюжете вот сейчас прям последняя проблема касается куриных яиц мы должны остро реагировать на рост цен на продукты сейчас сильно выросли цены на куриные яйца но у вас снова никак не отреагировал мы ждем ваши реакции середине ноября федеральная антимонопольная служба россии объявила о начале проверки ценообразования на куриные яйца в разных регионах страны а что говорят реальные цены ну например яйца подорожали у нас магазинах по данным интерфакс от 15 ноября этого года на 23 9 процента за год вот бы у нас так доходы росли как у буржуев цены на яйца бой в работе правительства я думаю что связано еще пути говорят что это не так но мне кажется так во время не открыли не открыли импорт пошире обещают что в ближайшее время ситуация будет исправно конце ноября региональный минсельхоз сообщает стоимость яиц в оренбуржии остается одной из самых низких в стране в рейтинге розничных цен на яйцо по состоянию на 21 декабря оренбуржия занимает пятое место в пфо и десятое место по стране первое место самое дешевое но так ли это с этим вопросом мы обратились в оренстад лидером традиционно остается республика мордовия там цены на яйца чуть выше 85 рублей самые высокие цены на сегодняшний день в кировской области там цена за десяток составляет более ста двадцати шести рублей цена на яйца в оренбургской области ближе к анти лидеру почти 110 рублей за десяток такие цены называют адекватными и говорят что общественность просто не привыкла к постоянному повышению цен хотя еще в 2015 году правительство составило список социально значимых продуктов повышать цены на которые выше 30 процентов нельзя но в оренбургской области правила не действуют по статистике на 11 декабря десяток яиц как мы уже говорили стоит 110 рублей по правилу повышения должно быть не более 30 процентов за 60 дней но статистика за 9 октября говорит что стоимость яиц было почти 80 рублей прирост за отрезок времени более 30 процентов оправдать стоимость повышением спроса к новому году не получится на пасху 17 апреля 2023 года яйца стоили 76 рублей а 19 декабря 2022 года перед самым праздником десяток яиц мог обойтись в 69 рублей о том какие цены сейчас на яйца лучше смотреть самостоятельно на центральном рынке они оставляют желать лучшего 140 150 рублей за десяток на популярном сайте бесплатного размещения объявлений стоимость варьируется от 120 до 150 рублей за десяток стоимость в розничных магазинах все же ниже но все еще вызывает разочарование она больше статистики на 20-30 рублей но отказываться от яиц вообще не хотелось бы они полезны для кожи глаз и вообще помогает организму на самом деле а яйца такую ведущую роль занимает сбалансированном питании потому что это очень очень высокое содержание белка очень низкое содержание углеводов и там есть некоторые витамины которые нам крайне нужны еще там есть жиры полезные вот но здесь я бы порекомендовала все-таки каждому индивидуально для себя лично поинтересоваться либо у диетолога либо консультант по питанию сколько же яиц все-таки в течение дня нужно съесть тот индивидуальный подход здесь может быть как мы принести пользу так и принести вред поэтому всему здесь вот нужна именно доза мы задались вопросом чем можно заменить белок чтобы не потерять витамины авокадо нутовая мука и фруктовое пюре кажется что прожить без яиц вполне возможно но так ли это почему яйца так много рекомендует людям тем кто снижает вес спортсменам и так далее потому что там высокое содержание белка легко усваивается организмом и поэтому конечно если мы говорим о замене это должен быть какой-то источник белка это может быть творог курица рыба что-то такое белковое сейчас очень много продуктов которые на самом деле легко усваивается сейчас есть очень много белковых продуктов растительного происхождения и я бы порекомендовал обратиться к профессионалам которые подберут тот продукт растительного происхождения белка который подойдет для организма вообще замена на самом деле возможно прям легко что же делать если привычная яичница по утрам уже стала ритуалом и день без нее уже не тот с этим вопросом и обратились к владельцу оренбургского веганского кафе у нас нет потребности никакой в том чтобы употреблять яйца зачем ее есть типа если можно если можно отказаться от излишней жестокости эксплуатации других живых существ можно найти альтернативу какую-то меню состоит из привычных каждому блюд секрет их прост все они приготовлены на основе растительной пищи в них нет меда молока и конечно же мясо готовить яичницу повара также научились без единого яйца это тофу скрэмбл то есть по сути яичница омлет из тофу это такой творог соевый из соевого молока тофу это створоженный соевый белок то есть он производится из соевого молока ничего общего с сыром молочным он не имеет и все же отказаться совсем это яиц люди не смогут они содержатся во многих блюдах новогоднего стола кондитерских изделиях и вообще плотно проникли в жизнь человека валерия поносова олег берендеев новости на телеканале ю тв продолжение темы оренбургские птицефабрики назвали причины роста цен на яйцо совещание по вопросу ценообразования на продукцию птицеводство прошло в министерстве сельского хозяйства области по словам руководителей птицефабрик уровень розничных цен на куриное яйцо зависит от затрат на производство они значительно выросли подорожал корм вид препараты и оборудование на совещании представители птицефабрик заверили минсельхоз что проблем с поставками яйца в регионе нет сейчас и не будет новый спортивный проект запустили в области на презентации министр спорта рассказал о конкурсе спортивный актив оренбуржии и поделился планами на будущий год подробнее следующем материале спортивный актив оренбуржии это проект на популяризацию спорта среди жителей региона министр спорта олег панькин рассказал об этом подробнее этот проект это такой коллективный труд я говорил мы начали уже заниматься наверное полгода от идеи и вот сегодня мы презентуем уже окончательную версию я точно знаю что ни в одном субъекте российской федерации такого проекта нет уже на 2024 год министерство запланировало ряд спортивных событий в новом году оренбуржцев ждет много активностей география мероприятий широка проект пройдет во всей области если посмотреть на весь календарь мероприятий которые министерство спорта проводит на ближайший 24 год запланировали более 500 мероприятий то есть это различные уровни различные направленности но из них мы выделили 10 мероприятий которые наиболее массово представлены уже сегодня главный инструмент проекта мобильный сервис я шагаю это спутник для пеших прогулок на свежем воздухе и прочих активностей приложение дарит возможность получать не только историко-краеведческую познавательную и медико-профилактическую информацию но и призы за активное участие в проекте стать участником легко достаточно просто скачать приложение на свой смартфон и следовать инструкциям софия пирогова олег николаев телеканал ю тв в оренбургском онкологическом диспансере прошла новогодняя акция десант деда мороза альпинист из всероссийского студенческого корпуса спасателей в костюме новогоднего волшебника подарил детям чудо подробности у алены гадяевой праздник стучится в окно десант деда мороза стал уже традиционной акции в оренбурге сотрудники пожарно-спасательной службы доставляют новогоднее чудо в палату спустившись прямо с крыши снегурочка с дед морозом поздравили 14 детей с наступающим праздником и подарили сладкие подарки сегодня у нас большой праздник не столько сколько у нас сколько наверно у наших детей которые лечатся вот нашим областном онкологическом диспансере с таким сложным диагнозом заболеванием как онкология с большим удовольствием и с помощью вот добровольцев волонтеров и организации которые хотят поздравить наши детей вот хотим сегодня это это осуществить то есть прилет деда мороза пока дети ждут новогоднего чуда на крыше больницы кипит работа все снаряжение проходит тщательную проверку подготовку усложняет дождливая погода но даже это не становится проблемой чтобы постучаться с праздником в каждое окно это уже у нас не в первый раз с нашей службы института управления рисками комплексной безопасности третий раз уже но все равно волнительно потому что в любом случае дети болеют пытаешься принести им как можно больше позитива и переживаешь как это кто-то воспримет а так в принципе настрой нормальный боевой никто не должен оставаться без подарков евгений юрченко признается спускаться по тросу не так страшно счастливые глаза детей за окном того стоит он считает что в новый год каждый заслуживает получить свой подарок особенно те кто не сможет отметить праздник дома я был воспитан так то что поздравляли каждый год с новым годом бабушки дедушки родители к родственникам также детей поздравляли и то есть у меня вот это осталось и хочется конечно чтобы не только те дети которые были дома у них был праздник некоторые же дети на новый год будут здесь вот и хочется их тоже поздравить чтобы у них было это новогоднее настроение то что они тоже знали то что и чудо существует в принципе в больнице никуда она не уходит и новый год вот он рядом и дед морозом вот тут вместе с него ручкой алена гадяева олег берендеев телеканал ю тв на этом у меня все еще больше новостей читайте в нашей группе телеграм-канала с вами была анна костина оставайтесь новой тв